добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о идентичности это вторая тема и сейчас я хотел бы поговорить о противоречивом понимании своей идентичности дело в том что с каждым днем мы с вами живем все более и более расколотом мире мире который перемешивается который становится все более сложным про и становится все более с одной стороны интересным более открытым проницающие друг друга сообщества общество даже государство соединяется мы видим да родился евросоюз союз советских развалился и вот эти постоянные изменения они порождают новые социокультурные взаимоотношения сегодня очень сложно многим людям разобраться в противоречиях идентичности давайте посмотрим чуть-чуть в глубину я попытаюсь объяснить о чем я имею ввиду раньше когда мир был не таким большим идентифицировать себя допустим с национальной точки зрения с этнической было достаточно просто ты был русским немцем чехом финном британцам там полякам и так далее сегодня когда народы перемешались или как говорит писание совокупились сегодня очень сложно говорить о национальной идентичности она становится очень проблематично могу привести на собственном примере в моей крови течет 5 национальность у меня микс такой и ты смотришь и думаешь господи кто же я тогда на самом деле очень важно то что мы должны увидеть себя где-то то есть кем-то противном случае у нас получается вот это спутанная или перемешанная идентичность когда мы не до конца понимаем кто мы я привел только пример с национальностью сегодня вот к слову говоря определенные товарищи они пытаются навязать нам на гендерную идентичность вообще придуманный термин который появился вдруг некоторое количество лет назад и сегодня утверждается что существует более тысячи гендерных ролей то есть есть не только мужчина и женщина а есть целая тысяча всевозможных гендеров и представьте себе когда это вываливают а вываливают это на детские головы конечно же человек начинает думать ну кто же я тогда на самом деле и это касается половой идентичности национальной идентичности социальной идентичности если раньше все было достаточно просто были лидеры и аутсайдеры то сегодня между лидером аутсайдером помещается миллиардная армия не пойми кого и вот здесь тоже такие градации 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 и мы видим что ой господи кто же я психологическом плане было четыре типа сегодня их больше там трехсот и мы постоянно запутываемся в этой идентичности должна прийти некая простота понимания должна прийти некая простота жизни должна прийти некая простота осознание идентичности почему это так важно потому что до тех пор пока мы не поймем кто мы пока наша идентичность не станет определенной нам очень сложно принимать решение двигаться в определенную сторону определять вектор своего развития если мы как отцы не поможем детям это сделать то либо помогут какие-то другие люди которые расскажут им о тех же тысячах гендеров там и так далее или же они будут жить неуверенными а быть уверенным быть понимающим кто ты и принимающим четкие решения это важно сегодня для того чтобы жизнь наших детей была успешна поэтому тема идентичности во-первых это очень отцовская очень мужская тема а вот их она невероятно важная поэтому я приглашаю вас к диалогу и мы с вами поговорим о том как нам помочь детям обрести простую четкую идентичность